Всем хай, с вами я, Эвангай. Ладно. Меня зовут Сквидвард. А что, я разве на него не похож? Вы смотрите новое видео на канале Инстенд Студия. И это первый выпуск второго сезона проекта Новогодние приключения. И сегодня на протяжении этого видео я буду вас учить, как нарисовать новогодний плакат в домашних условиях. И кстати, вот как выглядит этот плакат. И сегодня я вам подробно расскажу, как же его можно нарисовать. Первый пункт. Я очень плохо рисую. Ну, прям вообще ужасно. Вообще не умею рисовать. Поэтому я всегда, если что-то и рисую, то это обязательно должно быть по шаблону. То есть я захожу в Google, пишу, например, ёлка, рисунок. Картинки. И выбираю. Например, какая ёлка мне нравится. Мне нравится, к примеру, вот эта. Я беру, копирую её. А затем прикладываю лист А4 и перерисовываю карандашом. Потом жду, когда наступит день. И через стекло перерисовываю. Итак, начинаем долгий процесс перерисовки шаблонов на плакат. Чтобы это сделать, нам надо заранее перерисовать наши шаблоны на какой-то лист бумаги. Подойти к окну, желательно, чтобы был день. И перевести рисунок с той бумаги на наш плакат. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итак, мы только что перенесли все наши чертежи на А3. Дальше нам нужно будет сделать маленькую книжечку. Я люблю делать такие маленькие отрывные календарики, которые рассчитаны только на декабрь. Этот плакат я повешу на холодильник. И он будет висеть там на протяжении двух месяцев. Ноября, декабря и чуть-чуть января. После Рождества я его сниму. И на протяжении всего декабря, каждый день, нужно будет отрывать по одному листику, в котором будет написано, сколько дней осталось до Нового Года. Поэтому, если вы хотите ее создать, смотрим следующий фрагмент. Для этого, как я вам говорил, понадобится календарь, линейка и 10 листов квадратных. Расчерчиваем их пополам, чтобы было с одного листа 4 квадратика. А затем режем. Нужно, чтобы было 32 квадратика. На каждом из которых будем писать обратный отчет к Новому Году. И так я сделал отрывной календарь, и вот как он выглядит. Не бойтесь экспериментировать и меняйте дизайн каждого дня по-особенному. Книга нарисована. Отлично. Теперь нам нужно разрисовать наши чертежи, которые мы перенесли с помощью декла. Итак, начинаем разрисовку нашего плаката. Нужны карандаши. Чем больше цветов, тем лучше. А также, самое важное, нам пригодится лист формата А3. Следующий этап его создания, это нарисовать шаблоны. Рисуйте цветами, которые больше нравятся вам. Это очень долгий процесс, поэтому запаситесь времени. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я забыл перерисовать надпись Новым Годом. Это я сделал вне кадра. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok.